Это путешествие с теми, кто научился выживать. По запретным мирам, проверенным временем. И землям с иными культурами. Мы прикоснемся к духу, закаленному опытом. И встретимся лицом к лицу с великими мастерами в цикле программ «Смертельные искусства». «Смертельные искусства» Калари Паяту. Штат Керала на юго-западном окончании индийского полуострова. Тропический рай рыбацких поселков и бушующей зелени, отрезан от остальной Индии высокими горами. Керала свой собственный ритм жизни, глубоко уходящий корнями в древние традиции. Специалист по боевым искусствам с 25-летним стажем Жозет Нормандо приехала в столицу штата Керала, город Тривандрум, чтобы познакомиться с древнейшим из боевых искусств мира – Калари Паяту. Калари Паяту состоит из двух частей. С одной стороны, это боевое искусство, с другой – искусство врачевания. Оно уходит корнями в 3 век до нашей эры и считается древнейшим боевым искусством на Земле. В Калари Паяту четыре ступени тренировок – общефизические упражнения, деревянное оружие, железное оружие и бой без оружия. Чтобы понять это древнее искусство, Жозет постарается найти себе в учителя мастеров гуру калов, гуру кал – это множественное число слова «гуру». Но гуру калами называют индивидуальных мастеров, потому что они вобрали в себя знания всех гуру. Гуру кал должен владеть и боевым, и врачебным искусством. С возрастом многие из них сосредотачиваются исключительно на медицине. Являясь живым воплощением преемственности мастеров, гуру калы пользуются огромным почетом. Я направляюсь в калари, или зал для тренировок. На местном языке «малаялам» калари буквально означает «открытое пространство» или «поле боя». Простите, можно вас спросить? Я ищу калари СВН. А, я знаю. Калари СВН. Идите прямо, потом по правую руку вы увидите ворота. Это очень близко. Три минуты ходьбы. Спасибо большое. Этот калари был основан великим мастером СВ Нараянан. Это один из немногих калари, где есть иностранные ученики. Очень подходящее место для начала знакомства с калари-паяту. Прежде чем быть допущенной в калари, Жозет должна получить разрешение гуру кала Говинданкутти. Она ожидает его в клинике, прилегающей к калари. Говинданкутти принадлежит к касте Найр, древнейшему индийскому сословию воинов, аналогу японских самураев. Он сын легендарного воина и лекаря СВ Нараяна Найр. Я пришла сюда, чтобы узнать у гуру кала, смогу ли я начать тренировки в его калари. Но раз уж я здесь, то заодно я тайно надеюсь испробовать эффективность медицины калари-паяту на своих травмированных ногах. Когда я сообщаю гуру калу, что я хочу тренироваться, он зовет своего сына, который преподает боевую часть калари-паяту, в то время как отец в основном занимается врачеванием. Гуру кал осматривает растянутую мышцу, которая беспокоит меня уже больше восьми месяцев. За долгие годы работы в каларе гуру кал успел хорошо познакомиться со всеми видами спортивных травм. Он всегда на месте оказывает ученикам первую помощь, будто ушибы и растяжение, разорванные связки. Мое колено нуждается в операции, и травами его уже не вылечить. Но несмотря на весь скептицизм, я втайне надеюсь, что он сможет вылечить растяжение мышц, иначе все мои тренировки окажутся под угрозой. Просто растирайтесь вот этим маслом, и несколько дней больше ничего не делайте, а потом приходите на лечение в свободном платье, чтобы он мог вас как следует осмотреть. Что касается ваших тренировок, нужно будет кое-что купить. Он вам напишет список. Я ожидала получить рецепт, а вместо этого у меня список покупок, которые я даже не могу прочитать. Эти вещи необходимы для молитвы Пуйя. Цветы, серебряная монета, три листка бетеля, банан и рисовые хлопья. Это будут мои подношения, чтобы меня допустили в калари. После смерти отца наследственный титул Гурукала перейдет к его сыну Сатьяну. Сейчас ему 41 год, а заниматься карипаято он начал, когда ему было 10 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Благоприятный день, когда Жозет сможет пересечь порог калари, Гурукал определяет, используя обычаи и астрологию. Обычно ученики начинают заниматься в возрасте 7 лет и приступают к тренировкам в начале сезона дождей. Как правило, только иностранцев принимают уже взрослыми. Я очень хочу поскорее приступить к тренировкам, но мне придется набраться терпения. К счастью, Сатьян согласился неформально начать мое обучение немного раньше. Это очень кстати. И вы поворачиваетесь и встаете на мыски. Все это очень непривычно. Сатьян объясняет, что на первом этапе необходимо освоить 8 животных стоек. Мне предстоит это выучить, когда я войду в калари. Колени не должны перекрещиваться. Можно сложить свою набедренную повязку. Я видела, как люди складывают ее таким образом. Ритуал исполнен. Мы начинаем со стойки лошади, потом переходим к слону. Это похоже на присед, но на самом деле это растяжка для мышц паха и спины и никакой нагрузки на мои колени. Сатян привел Жозет в храм, посвященный Парасурами. Мифологическому создателю штата Керала и Калари-Паяту. Согласно легенде, мудрец и воин Парасурама сотворил землю Керала, бросив в море свой топор. Затем он построил 108 калари и приказал своим ученикам, первым гурукалам, защищать эту землю при помощи Калари-Паяту. Хотя Парасурама и считается богом индуизма, этот храм открыт приверженцем всех религий. В храме осуществляется ритуал подношения даров Бали. Верующие подносят дары предкам после совершения обряда омовения в святой воде храма. Парасурама Пора проверить, может ли лечение гурукала помочь при моей травме. Сначала я чувствую острое жжение, потом боль стихает и очень ароматно пахнет кокосовым маслом. Время проходит в ожидании благоприятного дня. Тем временем Жазет продолжает тренировки, лечение и собирает подарки для церемонии Пуя. Время проходит в ожидании благоприятного дня. После этого вы делаете круговое движение, вот так. В 5 часов утра Жазет направляется на свое первое занятие в Калори-СВН. Долгожданный день наконец наступил. Наконец-то, скоро я войду в Калори. Интересно, помогут ли интенсивные занятия Калори-Паяту залечить мою травму? Очень скоро мне предстоит это выяснить. После долгого ожидания Жазет готова отправиться в путешествие по древнему боевому искусству Калори-Паяту. Сегодня она, наконец, впервые сможет пересечь порог тренировочного центра Калори. Жазет наблюдает, как ученики растираются маслом, чтобы прогреть мышцы и улучшить гибкость. Затем они повязывают набедренные повязки в стиле, известном под именем Качхакетал. Считается, что эти полутораметровые повязки, Кача, защищают так называемую прану, или жизненную энергию ученика в бою. Когда Жазет вступает в Калори, старший ученик знакомит ее с ритуалом. Сначала правую ногу, затем правую руку на землю. Она должна будет повторить этот жест, каждый раз входя в Калори. Гуру Кал подносит руку к голове, и этот жест кажется мне до странности знакомым. Это что-то вроде молитвы о защите от клинка врага, которую я видела среди бойцов Бразилии и Таиланда. Сатьян подводит меня к своему отцу, Гуру Калу Говенданкутту, чтобы поднести Дакшина. Потом я должна оказать почести божествам Калори у алтаря, называемого Путра. Все эти ритуалы довольно сложны. Калори считаются не только тренировочными центрами, но и храмами, и индуистским божествам Калори должны быть оказаны почести. Каждый раз при входе и выходе я должна подойти к алтарю, затем во все четыре угла Калори прикоснуться ко всем божествам и несколько раз пасть ниц. В Японии я привыкла к поклонам, но прикасаться к ногам мастера – это что-то новое. В Индии это общепринятый способ показать свое почтение. Я приступаю к первому из четырех этапов занятий Калори Паяту. Он называется Мэй Паят. Гуру Кал показывает мне первые упражнения. Дальше со мной занимается его сын Сатьян. Мэй Паят – это система физических упражнений для улучшения контроля над телом. Это последовательные серии прыжков и ударов, направленные на развитие дыхания, силы и гибкости. Это основа Калори Паяту, и юные ученики годами тренируют свое тело, прежде чем перейти к боевой части. Опускаемся и делаем пружинищие движения. Левая нога вперед. Сатьян говорит, что большинство учеников тренируются по два часа в день и постоянно работают над гибкостью. Я должна набирать обороты. Пока новички работают над основами, более продвинутые ученики занимаются с деревянным оружием. Это второй этап. Лишь после нескольких лет тренировок ученикам разрешается взять в руки оружие. Пока я лишь работаю над гибкостью и повторяю стойки животных, которые Сатьян начал показывать мне на пляже. Ученики могут совершенствовать приемы в течение 25 лет, тогда как, например, в Айкидо черный поезд получается после 8 лет занятий, а в карате и тэквондо уже после трех-четырех. Сатьян гордится семейной коллекции традиционного оружия калорипаяту и с готовностью показывает эти сокровища. Оно имеет изогнутую форму, чтобы достигать различных частей тела. Ученики держат его вот таким образом, но мастера держат его иначе, вот так. Я думаю, это медь, медная гарда. Этим оружием обычно пользовались женщины. Они прятали его под одеждой, так, чтобы в любой момент могли использовать для самозащиты. То есть это именно женское оружие? Только женщины Наир носили это оружие? Да, в основном женщины Наир. И многие из них владели калорипаяту. Это топор. Традиционное оружие, которым пользовались служители. А, из храма. И мне кажется, его использовали как метательное оружие. Как тамагавку индейцев. Во время британской оккупации искусство калорипаяту постепенно исчезало. А в конце 18 века было окончательно запрещено британскими властями. Однако его продолжали тайно изучать в индуистских храмах вдалеке от надзора властей. Своим возрождением в начале 20 века калорипаяту во многом обязана двум знаменитым гурукалам. Деду Сатьяна С.В. Нараяна Наир и другому мастеру по имени Чиракал Шридхаран. Калорипа Калорипа Жазет продолжает изучать Мэйпаят. В дополнение к махам ногами 8 стоек, основанных на движениях животных, помогают новичкам развивать чувство равновесия и гибкость. Они также дают представление о сложных боевых приемах из более продвинутых этапов. Некоторые упражнения, например, стойка слона, оказывают огромную нагрузку на шею и поясницу. Голову необходимо держать прямо, а руки вытянутыми. Это совсем не похоже на другие боевые искусства, которыми я занималась раньше. Удары ногой похожи на балетные па и требуют невероятной пластичности. Существует три типа ударов. Прямой, арочный и очень необычный удар под углом 45 градусов. Этот сложный ритуал приветствия исполняют ученики высших ступеней перед началом занятий. Он напоминает мне некоторые движения из йоги. Когда вы движетесь назад, используйте руки для разворота. И используйте руки для разворота. Визит Жазет в Тривандрум подходит к концу. По совету Гуру Кала, комендант Кутты, ей предстоит отправиться на север штата Кирала, родину Каларипаяту. Перед отъездом Жазет просит благословения Гуру Кала. Согласно традиции, она приготовила прощальные дары мастеру. Покидая Калари, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к алтарю. Это может обидеть богов и принести несчастье. Готовясь к отъезду, я размышляю о том, что я едва начала знакомство с этим видом боевых искусств. И хотя Каларипаяту почти неизвестно за пределами штата, оно оказало влияние на все боевые искусства, которые я изучала в далекой Японии. Исследователи утверждают, что в VI веке молодой принц и мастер Каларипаяту по имени Бадхидхарма стал монахом и посвятил свою жизнь распространению буддизма. Путешествуя по Китаю, он встретил шаолиньских монахов, не способных постоять за себя, и взялся обучить их Каларипаяту. В последующие столетия эти боевые навыки распространились по Китаю и Японии и легли в основу восточных единоборств. Жозет направляется на север, к самым корням Каларипаяту, где она надеется начать изучение второй ступени – Калтари. Она не подозревает, что станет свидетелем проявления небывалой чувствительности в группе женщин-мастеров Каларипаяту. Жозет Нормандо путешествует по северу индийского штата Кирала в поисках корней древнего боевого искусства Каларипаяту. Углубляясь в сельские районы штата, она готовит себя к тренировкам второй ступени Каларипаяту – работе с деревянным оружием. В Каларива Лабхата меня приветствуют Кришнада и его братья, которые представляют меня своему отцу, гуру Каллу и всему семейству. Братья вместе организуют работу Каллари. Являясь внуками основателя, они ведут постоянные занятия и много путешествуют с уроками и показательными выступлениями. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Жазет хочет попасть в каллере на утреннее занятие. Это означает подъем в 4 утра. Пришло время моей первой тренировки. Глядя, как покрытый пеплом гурукал исполняет ритуалы каллари, я вспоминаю, что нахожусь в храме. Я обращаю внимание, что ритуалы каллари в разных городах разные. Все здесь немного иначе, чем в Тривандруме. Если я хочу поспевать за учителем, мне нужно быстро выучить несколько базовых команд по-мало-яламски. Я потихоньку начинаю чувствовать ритм нового языка. Курукал лично объясняет Джазет принципы работы с длинным посохом кетукари. Деревянное оружие каллтари – это основа любых занятий с оружием. Ученики должны научиться ощущать его частью собственного тела, прежде чем перейти к металлическому оружию. Эти ученики выглядят юно, но большинство из них тренируются уже долгое время. От меня многого не требуют. Похоже, Гурукал не очень верит, что женщина моего возраста способна на тяжелые тренировки. Я не видела на занятиях ни одной индийской женщины старше 15 лет. Мне все равно, 12 ей лет или 15, эта девочка великолепна, и я хочу с ней тренироваться. Это, похоже на кнут, двустороннее лезвие называется уруми. Когда-то это было любимое оружие женщин, которые оборачивали это длинное гибкое лезвие вокруг талии. Воины Наир могли без труда отрубить противнику голову одним взмахом уруми. Это уникальное оружие наряду с мечами и щитами использовалось воинами Керала со времен Сангама, легендарной эпохи, начавшейся за 200 лет до нашей эры и продлившейся более 800 лет. После посвящения в деревянное оружие, Жазет отправляется еще дальше на север, в город Эдапал. Кришнадас ведет ее в калори своего дяди, где Жазет сможет увидеть в действии группу женщин-воинов. Это очень редкая возможность. Кришнадас и Жазет пребывают в калори Валабхатта. Это традиционное здание калори. Жазет впервые видит традиционное здание калори с тростниковой крышей. Подобная архитектура обеспечивает хорошую вентиляцию. Калори всегда строится под тщательным надзором гуру Кала, который лично выбирает местоположение, размеры и материалы. Каждый ученик должен очень хорошо чувствовать размеры калори, и этой женщине предстоит пройти очень трудный тест. Гуру Кал покрывает ее глаза песком, чтобы она не подглядывала. Затем он раскручивает ее и беззвучно опускает нож. Сила ее концентрации наполняет помещение. Она должна знать калори, как свои пять пальцев, чтобы рассчитать каждый шаг. Невероятно! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Обычно после свадьбы тренировки прекращаются. Они остаются в доме мужа. И считается, что так и должно быть. Думаешь, ты встретишь такого, кто будет не против твоих занятий калори-паяту? Нет. Ты сегодня не тренировалась? Почему? Когда у вас месячные, вам нельзя входить в калори? Да. И в храм тоже? Да. Что ты думаешь об этом? По-моему, это неправильная система. Потому что храм – это место, где люди молятся к Богу. Но почему в одни дни я могу возносить свои молитвы, а в другие – нет. В Индии каста воинов Найр уникальна тем, что это было матриархальное общество, и дети росли в доме матери. До начала 20 века все женщины Найр с детства обучались санскриту, музыке, астрологии и калори-паяту. Говорят, что поскольку воины мужчины проводили все время в походах, женщины Найр добились равенства, чтобы лучше управлять обществом. Жазет отправляется дальше вдоль побережья Кирала в Канур, где она надеется познакомиться с третьей ступенью калори-паяту Анкатари – работе с железным оружием. По пути она останавливается на пляже Каппат, где в свое время высадился португальский мореплаватель Васко-да-Гама. С его прибытия началась новая тревожная эра для местных жителей, когда мировые державы начали схватку за контроль над этой землей. С 15 века Канур, или, как его называли британцы, Кананор, был важным торговым портом, и упоминания о нем встречаются в записках венецианского путешественника Марка Пола. Здесь веками мирно сосуществовали мусульмане, христиане и индуисты. Жазет приветствует Прасад и его брат Дас. Они руководят калори, основанным их знаменитым отцом – Гурукалом Чиракалом Шридхараном Наир. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Чиракал Шридхаран Наир считается одним из двух людей, возродивших Карипаяту во времена британского господства. Другим был С.В. Нараян Наир, отец Говинданкутты, с которым Жазет познакомилась в начале своего путешествия. В 1963 году Чиракал Шридхаран Наир опубликовал первую исследовательскую работу по этому боевому искусству. Чиракал Шридхаран и его соперник из Тривандрума, С.В. Нараян, были легендарными воинами, бросившими вызов британскому запрету и сохранившими искусство Калери-Паяту. Нужно прикрывать свою грудь вот так. Если расставить руки, откроется дыра. Нужно блокировать, собрав руки вместе. Я удивлена, узнав о соперничестве между отцом Прасада и дедом Сатьяна. У меня столько вопросов к братьям, но с вопросами придется повременить. Я первый раз сталкиваюсь с подобным оружием. Оно требует отменной реакции и отличной координации. Каждый удар отзывается вибрацией в руках. Ихват кажется немного странным, как будто это клюшка для гольфа, ведь я не играю в гольф. Возьмитесь за рукоятку вот так, теперь шаг вперед и удар. Хотя Жазет не терпится начать, сегодня занятий с металлическим оружием не будет. Щит и меч были оружием средневековых солдат Кирала и до сих пор считаются основным оружием Калери-Паяту. Только когда ученик освоил щит и меч, он может считаться настоящим, серьезным воином. Сначала я должна освоить движения с деревянным оружием. И хотя у меня есть опыт работы с мечом из других боевых искусств, здесь я должна как следует выучить новые движения, прежде чем взяться за сталь. В Калери-Паяту не проводится боевых соревнований, но я слышала, что бывают состязания по высоким ударам ногами, созданные, чтобы не отставать от более новых боевых искусств. В последнее время в Калери приходит не так уж много учеников. Результат конкуренции со стороны каратэ и тэквондо. В штате Кирала повсюду можно найти следы иностранных вторжений. Португальский форт Сен-Анджело, построенный в 1505 году, одно из напоминаний о былых нашествиях. С 16 по 19 века армия Кирала постоянно находилась в состоянии войны. Сначала с португальцами, потом с голландцами и, наконец, с англичанами. Сима – одна из немногих женщин за 25, продолжающих тренировки по Калери-Паяту. Она работает по контракту на инженерную компанию и преподает в Калери. Она согласилась помочь мне с тренировками. Симой я отрабатываю движения с коротким и длинным посохом и постепенно начинаю улавливать ритм. Я очень радуюсь этой возможности. Мне не хватало интенсивности ежедневных тренировок. Я узнаю, что соперничество между отцом Прасада и дедом Сатьяна вошло в легенды. В 1936 году они решили драться на дуэли до смерти. Когда они встретились на месте схватки, вмешались власти и приказали провести обычный дружеский бой. Оба воина отказались, и кровопролитие не состоялось. Дубинка выставляется вперед перед своим телом. Прежде чем мне доверят меч, я должна тренироваться с посохом. Только что мне вручили меч. И вскоре мне предстоит покинуть это Калари и двинуться к следующему этапу. Четвертой и последней ступени Калари-Паяту. Бою без оружия с вооруженным противником. Интересно, смогу ли я научиться обезвреживать вооруженного противника, ткнув в него пальцем. Путешествие Жазет по индийскому штату Керала вступает в завершающую фазу. Она отправляется на встречу со своим последним учителем, Гурукалом Шерифом. Он известный эксперт четвертой ступени Калари-Паяту, Верум-Кай-Пра-Югам. Один из немногих гурукалов-мусульман, Шериф Мохаммед, происходит из древней семьи воинов. Он одним из первых начал продвигать это искусство за пределами Индии. Его школы есть в Англии и Германии. Жазет приносит традиционные подарки для старого учителя-шерифа, Гурукала Чандра Шакарана. Когда 72-летний Гурукал Чандра заходит в Калари, Шериф почтительно уступает титул Гурукала своему учителю. Во время тренировки я смотрю по сторонам, на других учеников. Для меня высокая честь тренироваться с этими людьми, многие из которых посвятили Калари-Паяту всю жизнь. Последняя, четвертая ступень Калари-Паяту, это Верум-Кай-Пра-Югам. Боевая система, основанная на знании мармы. Жизненно важных точек тела. Серия захватов и болевых приемов в сочетании с тычками и ударами локтями могут внести противнику серьезные повреждения и даже смерть. Нажатие на эти точки может иметь и целебный эффект. Ученики должны уметь и то, и другое. Нужно надавить вот так. Некоторые приемы и захваты напоминают мне айкидо. Некоторые болевые точки на мне не работают. Мне объясняют, что у некоторых женщин повышенная устойчивость к подобным приемам. Это мне нравится. Еще одно женское преимущество. В конце класса шериф приглашает меня в свою клинику. Он хочет показать мне, как точки марма работают в лечении. Знание жизненно важных точек изучается и в традиционной индийской медицине Айурведа, что означает «наука жизни». Считается, что гомеопатия Айурведы продлевает жизнь Айур. Веда или наука уходят корнями в устную традицию, которой больше пяти тысяч лет. Шериф говорит, что женщинам гурукалы обычно не делают традиционный массаж ужичил. Жаль, ведь именно через массаж он преподает учения о жизненных точках марма. Пора сделать перерыв в занятиях и отправиться отдохнуть. Шериф и Прасад ведут меня на традиционное представление Тэйям. Обычно его проводят в храме, и оно считается религиозным искусством. Но для нас организовали специальный показ в частном доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тэйям – один из самых популярных ритуальных танцев в Кирале. Это форума символической службы, представления для богов, духов, предков и животных. В танце ощущается влияние калорипаяту. В нем показаны сцены известных сражений, и исполнители должны владеть боевым искусством. Во время представления исполнители нередко входят в состояние полутранса, отражающая ярость древних воинов калорипаяту, которую они испытывали перед началом сражениях. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Некогда удел отважных воинов, сегодня калорипаяту – это связующее звено с прошлым Киралы и символ ее самобытной культуры. Мой путь к занятиям калорипаяту не всегда был ясен и легок. Но это был удивительный опыт и высокая честь, ведь со мной занимались великие гурукалы. Говин Данкутты и его сын Сатьян. Гурукал Шанкарана Раяна Менон. Братья Прасад Идас. И шериф Мохаммед. Хотя калорипаяту нелегко поддерживать свое место в современном мире, эти мастера бережно хранят его наследие. Это самое древнее из боевых искусств, которыми мне доводилось заниматься. Оно оказало влияние на все восточные единоборства. Надеюсь, что оно продолжит процветать, и когда-нибудь я смогу к нему вернуться. Моя цель в изучении боевых искусств – пробиться сквозь с рутину жизни и прикоснуться к дару великих мастеров. Искусству быть непобедимой. Фильм озвучен по заказу компании «Экшн-Арт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова